Всем добрый вечер. И как вы видите, с нашей презентацией мы находимся в Центре Специалист. Наш с вами сегодняшний семинар называется «Слепкий анализ», в том числе с несколькими видами продукции в условиях. Зовут меня Казакова Светлана Васильевна. Я преподаватель финансовых курсов в Центре Специалист. И прежде чем мы приступим к нашему семинару, давайте посмотрим, а какие вопросы нам с вами сегодня предстоит рассмотреть. В первую очередь мы с вами разберемся, как находить точку безубыточности в абсолютных единицах. Это тот вопрос, который рассматривается во многих учебниках по управленческому учету. И, собственно говоря, данный вопрос является одним из основных в управленческом учете. Следующий вопрос, который мы рассмотрим, это как рассчитать порог рентабельности и запас финансовой прочности. Чем это отличается от точки безубыточности? Если точка безубыточности в абсолютных единицах, но традиционно, когда употребляют выражение «точка безубыточности» рассчитывают в неких штуках образных, а сколько продукции, какой объем продукции нам нужно произвести, то, когда мы говорим о рентабельности и запасе финансовой прочности, то речь идет уже о денежных единицах. А какая выручка у нас должна быть? То есть, чтобы не считать эти самые штуки, потому что иногда это бывают достаточно большие количества, какой объем выручки необходимо получить, чтобы восполнить как раз-таки свои затраты, понесенные расходы. Далее мы посмотрим, как использовать полученные данные для подготовки как производственной программы, так и планирования продаж, как распределить, ой, какие у меня печатки, на постоянные нужны, на переменные, конечно, на основе анализа, и как определить взаимосвязь между объемом производства, выручкой, постоянными переменными затратами и получаемой прибылью. И еще пару вопросов, как произвести этот самый расчет и как рассчитать сроки окупаемости проекта. Все это сведется к СВП-анализу для предприятий с широким ассортиментом продукции. Это те вопросы, которые были заявлены в нашей программе. А начнем мы с вами, собственно говоря, с понятия, а что же такое СВП-анализ, откуда это модное слово появилось. Собственно говоря, СВП – это английская аббревиатура нашего русского классического затраты, объем, прибыль. Если это же самое выражение сказать на английском, то как раз-таки у нас с вами и получится СВП. Для планирования производственной деятельности это наиболее часто используемый анализ. И используют, как меняются наши затраты в зависимости от объема произведенной продукции и как это влияет на прибыль. Соответственно, если мы проведем данный анализ, то можно рассчитать, как увеличено будущих затрат. Обратите внимание, самое важное, мы эти затраты еще не произвели. Мы только планируем свою производственную программу. Мы задали себе вопрос, а что будет, если мы программу сократим, произведем меньше, а может быть, наоборот, увеличим, произведем больше, а может быть, добавим новый продукт, то есть расширим ассортимент, а может быть, сократим. Вообще, управленческий учет – это очень интересная игра под названием «А что если?». Что будет, если? Собственно говоря, это мы и делаем в СВП-анализе. Если давать определение, вот тут как раз-таки пишу английскую транскрипцию затраты, объем, прибыль, откуда и появилась СВП, то это анализ поведения затрат, в основе которого будет лежать их взаимосвязь. Это один из важнейших инструментов управленческого планирования. И построен он на основе того, что затраты у нас делятся на переменные и постоянные. Данный анализ взаимосвязи, как меняются в зависимости от объема нашей затраты, к какой прибыли это приводит, формирует основную модель финансовой деятельности. То есть, если вы встречаетесь, будь то на собеседовании, будь то, может быть, в рабочей деятельности, получаете задание составить финансовую модель, то это как раз-таки произведение того самого СВП-анализа, о котором мы с вами сегодня будем говорить. Ну, как я сказала, в основе данного анализа лежит анализ поведения затрат, выручки и объема производства. И в первую очередь мы должны вспомнить, как наши затраты будут делиться на переменные и постоянные. Позволю себе напомнить, так как у нас много и опытных слушателей уже подключилось, и начинающих специалистов по управленческому учету, позволю себе напомнить основные концепты определения этих затрат. И давайте вспомним, что затраты с точки зрения влияния на объем бывают постоянные и переменные. Соответственно, характер, в зависимости от того, как их характер, то есть как они меняются в зависимости от уровня деловой активности, а уровень деловой активности – это объем, будь то проданной продукции, оказанных услуг, предоставленных работ, и как от этого меняются наши затраты. Если наши затраты изменяются прямо пропорционально уровню деловой активности, то такие затраты называют переменными, поскольку они с ростом объема растут, соответственно, с уменьшением сокращаются. А вот давайте мы сейчас параллельно буду приводить примеры. И позволю себе приводить примеры при помощи Microsoft Excel. Будем с вами решать задачки. Ну, посмотрите, чем бы мы хотели заняться? Вот я сейчас Excel открыла. Какой деятельности предпочтете? Вы у меня очень слушатель, вас будет слушать. Торговля. Торговля. И что будем продавать? Колбасу. Колбасу. Не являюсь знатоком колбасного, но предположу, что уж если мы занимаемся торговлей колбасными изделиями, то нам нужен магазин, ну, некая торговая точка. Соответственно, я сейчас перечислю, ребята, упрощенно затраты, которые могли бы у нас быть. И в данном случае я напишу торговля колбасными изделиями. Так, сейчас я сделаю все покрупнее. И давайте представим, что вместо того, чтобы вот сидеть здесь на семинаре и слушать меня, мы тут бизнес с вами начнем открывать. И давайте посмотрим, какие у нас будут затраты. Но, собственно говоря, прежде чем приступить к торговле колбаски, мне нужен магазин. Мы его купим или арендуем? Давайте арендуем. Аренда. Аренда торговой точки, вас что нам обойдется? Тысячу долларов. В месяц. В месяц. Давайте переведем в рублей тогда 63 тысячи, да? Ну, давайте 65 тысяч. Это у меня будет рублей в месяц. Так, арендовали магазин, наверняка нам нужны будут, нужно будет торговое оборудование. Ну, холодильники уж, если мы колбаской торгуем, весы и так далее. Я позволю себе одним словом оборудование без классификации, чтобы мы не теряли на это время. Ну, все понимают, что оборудование у нас будет разное. Это и холодильные камеры, и торговое оборудование, и весы, и кассовые аппараты, и так далее. Все, что должно быть в магазине. Мы его покупаем. Сколько суммарно у нас уйдет на это оборудование? Ну, 120 тысяч. 120 тысяч рублей. Да. Так. Купили мы оборудование. Далее, что нам еще нужно, чтобы приступить к организации? Только не в месяц. Ой, ну, конечно, да, это у меня, простите, скопировалось. Поспешила. Рублей. Есть у нас 120 тысяч. Наверняка нам нужен некий персонал. Ну, как минимум, продавец. Двух возьмем, да? Чтобы они у нас меняли друг друга. Продавец нам потребуется. А вот здесь у меня их будет два с зарплатой. 30 тысяч. 30 тысяч. И все те же самые рублей в месяц. Так, сейчас я вот тут сделаю стаблик, чтобы она ехала. А здесь у меня будет руб в месяц. Так. Так, теперь продавцы у нас есть. Аренда есть, оборудование есть. Ну, наверное, разрешительная документация какая-то нужна? Нужна. Нужна. Соответственно, разрешительная документация. Я вот так разрешительная документация назову одним словом, не буду уточнять. Во что нам это обойдется? 15 тысяч. 15 тысяч. Это единоразово. Или на какой-то период? На год. На год. В данном случае рублей год. Правильно я поняла? Да. Так. Есть у нас такие данные. Ну, собственно говоря, теперь мы можем приступить к закупке колбаски. Мы же ведь не сами ее производим. А, коммунальные услуги. Давайте назовем так. С вашего позволения. Коммунальные услуги. Во что нам обойдется? 15 тысяч. 15 тысяч. Это я в месяц? Да? Да. Рублей в месяц. Есть. Так. Мы колбаску будем с вами, уж коли нас могли, я так понимаю, закупать. То есть мы с неким заводом заключим соглашение. Ну, давайте введем для начала один вид колбаски. Соответственно, сама колбаса, мы будем ее закупать. Я думаю, в данном случае... Это вареная колбаса. Вареная колбаса. Вареная колбаса. Видимо, для вас это важно. Пусть будет вареная. Да. Так. И в какую цену мы ее закупаем? Цену. За килограмм. 200 рублей за килограмм. 200 рублей за килограмм. Пока что мы с вами, посмотрите, как поступим, ограничимся только на вареной, а затем на задачу усложним. Рублей килограмм. Соответственно, посмотрите, когда мы с вами колбаску продаем, у нас только сама закупка. Мы же ее привозим, да? Доставка. Доставка. Она же каким-то образом у нас появилась. Доставка. Во что нам обойдется доставка? 10 тысяч. 10 тысяч. А сколько в машинке этой колбасы едет? Давайте сделаем в месяц. 10 тысяч в месяц. А сколько мы за месяц продаем? 100 тонн. 100 тонн, 10 тысяч, это что-то мы погорячились, мне кажется. Ну, скажем, 5 тонн. Давайте, вы знаете, как с вами сделаем? Вот мы наверняка колбаса – это скоропортящий продукт, но как минимум раз в неделю завозим. Два раза в неделю. Два раза в неделю. То есть в течение месяца у нас 8 машин к нам приезжает. Сколько стоит доставка одной машины? 3 тысячи. 3 тысячи. Вот посмотрите, я сейчас поставлю 3 тысячи. Вот здесь у меня будет рублей доставка. А при этом в исходных данных сколько килограмм колбаски в машине приезжает? 150. Вот посмотрите, мы сейчас с вами на что вышли. То есть если у нас два раза 300 килограмм в неделю получается, на 4 недели – это у нас тонна 200. Наш магазинчик продает. 150 килограмм колбасы мы продаем. Коллеги, далее, конечно же, это очень-очень упрощенный пример. И мы с вами прекрасно понимаем, что затрат на самом деле окажется намного больше. Но чтобы распознать их поведение, вот этого примера нам с вами будет достаточно. Посмотрите, пожалуйста, если мы сейчас с вами задумаемся, посмотрим на наше определение переменных затрат, то какие затраты будут меняться в зависимости от нашего уровня деловой активности. То есть, ну сейчас вот мы заложили, посмотрите, это у нас 150 рублей, 150 килограмм. При этом доставка у нас дополнительные данные есть два раза в неделю. Отсюда мы находим, что мы с вами продаем тонну 200, мы посчитали. А если мы с вами поставим цель увеличивать объемы, выходить на новые рубежи, чтобы развивать свою сеть, то, конечно же, мы сначала продаем тонну 200, а потом у нас стоит будет 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны продавать. И посмотрите, какие затраты у нас будут меняться. Если я продаю, вот сейчас мы с вами посмотрим. Исходя из наших условий, я вот здесь, сейчас 150 килограмм, еще вот сюда, доп. условия, доп. условия по доставке, соответственно, 150 килограмм в доставке, чтобы там очистить два раза в неделю. Соответственно, тогда посмотрите, пожалуйста, если я введу новый параметр, сходя из вот того, что у нас есть, что мы продаем 1200 кг в месяц. Это у нас стартовые наши данные. То посмотрите, аренда у меня изменится. Нет, я 65 тысяч в месяц как платила, так и плачу. Я сейчас рассчитаю программу максимум 2000 килограмм. То есть это мы планируем на второй месяц нашей работы. То есть покупатели уже будут знать наш магазинчик. Если мы будем приходить, мы будем продавать качественную колбаску и корректно обслуживать покупателей, то аренда, посмотрите, останется у нас неизменно. Также и оборудование мы закупили. Но давайте теперь порассуждаем. Если мы говорим оборудование, то вот затраты на аренду, они будут являться нашими расходами. А вот когда мы купили оборудование, оборудование, эта тема, может быть, кто-то видел, мои предыдущие семинары, как раз-таки один из предыдущих семинаров, занимался, чем затраты отличаются от расходов. Так вот, деньги мы потратили, это затраты, но это не расходы, потому что расходами будет амортизация. Давайте вот упрощенно, если это наше оборудование будет служить у нас 3 года, я добавлю сейчас вот сюда тоже доп.данные, доп.условия. Доп.условия, то есть мы рассчитываем, что это 3 года. Тогда, посмотрите, нашим расходом будет являться амортизация. Если мы рассчитаем в месяц, то у меня 126 разделить на 3, и так как в году у нас 12 месяцев, разделить на 12. Ежемесячная амортизация у меня будет тут 3 и далее 3 в периоде, поэтому она такая же будет и в следующем месяце, независимо от того, тонну 200 или 2 тонны мы продали. Соответственно, продавцы у нас получают заработную плату 2 продавца по 30 тысяч, они получают эту зарплату, и абсолютно эта же цифра остается, если они продали 2 тонны. За исключением тех случаев, если мы ввели сдельную оплату труда, мы, предположим, некая копеечка за каждый проданный килограмм, чтобы стимулировать их к дополнительным продажам. Введем это условие или пока... Нет, давайте введем. Введем. Давайте тогда у нас 2000 оклад, и, соответственно, доп.условия у нас премиальные. От чего будут зависеть? От объема продаж. От объема продаж, то есть некий процент от выручки, да? Да. Сколько введем? 2 процента. 2 процента от выручки. Так, сейчас здесь у нас процентное добавлю. От выручки. Тогда, чтобы рассчитать выручку, мне необходимо знать цена продажи. Мы закупаем ее, как вы видели, по 200 рублей. А почему же мы ее продаем? 240. 240 рублей килограмм. Чуть в мое сердце не окупим, но это мы чуть позже посмотрим. Посмотрите, пожалуйста. Тогда, чтобы посмотреть, как премиальные, если я продаю 1200 килограмм в месяц, я тогда сейчас вот это уберу, чтобы мне не мешало, и 2 тонны килограмм в месяц, то посмотрите, что происходит. Если мои продавцы получают процент от выручки, то мне нужно сначала эту выручку рассчитать. А это будет 1200 килограмм, умноженное на 240 рублей. И так как 2 процента я плачу премию, то я умножу на 2 процента. В случае же с вторым месяцем, когда у нас 2 тонны, у меня уже будет 2000 килограмм на 240 рублей и умножить на те же самые 2 процента. Посмотрите, пожалуйста. То есть чем больше мы будем продавать, дальше я могу, предположим, поставить 3000 килограмм, то у меня уже будет равно 3000 умноженное по-прежнему на эти 240 и умножить на 2 процента. То есть посмотрите, вот мы с вами видим, чем больше мы продаем, тем больше наши затраты на премиальные. И наоборот, если мы путешествуем в эту сторону, чем меньше мы продаем, тем меньше наши затраты на премиальные. Логично. Разрешительная документация 15 тысяч рублей в год. Соответственно, если я посчитаю за расходы в месяц, то я могу разделить на 12. И независимо от того, продаю я тонну, 2 тонны, 3 тонны, у меня данные остаются неизменные. То же самое касается и коммунальных услуг, обратите внимание. А вот закупка колбасы, ведь если я хочу продать тонну 200, то я тонну 200 и закуплю как минимум 2 тонны. То есть посмотрите, в данном случае моя затрата опять зависит от нашего объема производства. И с увеличением нашего уровня деловой активности она растет. Если мы будем уменьшать оборот, ну скажем, попадем в 500 килограмм, то эта затрата будет меньше. То же самое будет происходить с доставкой. Посмотрите, так как мы 150 килограмм везем в одной машине, то посмотрите, как она у меня... Давайте сделаем кратные, сейчас, чтобы я не употребляла сложную форму с округлением. Я сейчас вот таким образом сделаю 3000, упрощу нашу задачу, 4500. То есть вот такую кратность веду. Соответственно, посмотрите, когда у меня доставка 3000 за рублей за машину, а в машине 150 килограмм, то легко посчитать, что в данном конкретном примере у меня потребуется 10 машин, и каждая из них стоит 3000 рублей. То есть в данном случае легко догадаться, у нас 30000 за доставку, далее 60, 90. То есть чем больше мы привозим, тем больше мы тратим на доставку. Соответственно, посмотрите, цена продажи, это, собственно говоря, мы можем посчитать нашу выручку. Вот даже в нашем примере, если я сейчас буду определять вид наших затрат, мы легко с вами видим, что часть затрат ведут себя неизменно, то есть являются постоянными, независимо от того, как поменялся наш уровень деловой активности. А часть затрат, посмотрите, пожалуйста, меняется, то есть являются переменными. Я вот сейчас вот расставлю. Это у нас снова переменные. Коллеги, думаю, каждый из вас с этим сталкивался. Давайте вернемся к нашей презентации. Поэтому посмотрите, переменные затраты, это важно, в сумме изменяются прямо пропорционально. То есть чем больше я привожу колбасы, тем дороже я больше на нее потрачу. Но при этом, посмотрите, очень важно, рассчитанные на единицу, они будут оставаться неизменными. Мы сейчас об этом поговорим. А вот постоянные, как мы видели, они в сумме не изменяются при изменении уровня деловой активности. Если вернуться к нашему файлу Excel, то, как вы видите, независимо от того, полторы тонны, три тонны или четыре тонны я продавала колбасы, аренда у меня не менялась. Я как платила 65 тысяч, так и плачу. Амортизация у меня как была, три тысячи, так и остается. И окладная часть продавца у меня абсолютно не меняется. Это и есть наши постоянные затраты. Что же нам все это в сумме дает? А давайте посмотрим на поведение. Сейчас попробуем построить наши графики. Я сейчас вернусь к показу. Посмотрите, если я построю графики, то мы увидим их поведение. При этом, посмотрите, вот у нас сейчас появилась такая затрата, как зарплата, которая, вот если я суммарно зарплату посчитаю, у меня 90-60 тысяч оплаты плюс премиальный. То есть они себя ведут непонятно, да, они увеличиваются, но не прямо пропорционально. Вот к таким затратам может относиться затрата на зарплату, если есть и постоянная переменная часть. Предположим, затраты на связь, если у нас есть, ну, опять же, мы платим амбонементскую плату, а если у нас есть междугородние звонки, то мы прибавляем к этой сумме. Казалось бы, в сумме она меняется, но не прямо пропорционально минуткам. Вот такие затраты называют полупеременными. И при этом вот относительно этих затрат нет смысла их классифицировать как отдельно третью категорию, а есть смысл их поделить на части. То есть у меня зарплата постоянная войдет, окладная часть, в постоянные, а зарплата переменная, это отдельная плата труда, премиальная, войдет в переменные, несмотря на то, что статья затрат, зарплата, она у меня будет в двух категориях затрат одновременно. Соответственно, давайте теперь визуализируем все это. Я подготовила график, и эти же графики я сейчас буду строить на основе нашего примера. Посмотрите, пожалуйста, суммарные затраты, переменные, как мы сказали, они растут в зависимости от увеличения объема производства. Если вернуться к нашему Excel, то посмотрите, если я сейчас хочу посчитать переменные на килограмм, сейчас одну минуточку, ниже сейчас сделаю, переменные затраты на килограмм продукции, в нашем случае это колбаска, то посмотрите, какие у нас, мы сказали, будут являться переменными. Мы сказали, что премиальные, это у нас переменные, мы сказали, что сама закупка колбасы, это переменные, и переменные мы признали доставку. Тогда посмотрите, именно эти статьи я перенесу. Премиальная оплата труда, сама закупка и, соответственно, доставка. И на килограмм продукции, премиальный, так как составляет у меня 2%, а килограмм мы знаем 240, то получается с каждого проданного килограмма мы 4,8 рубля должны продавцу заплатить. Соответственно, раз мы продали килограмм, то мы его закупили, 200 рублей мы потратили. И доставка, обратите внимание, у меня есть 3000 машина, в которой едет 150 килограмм, соответственно, 20 рублей мы тратим. Суммарно я могу сейчас сказать, что у меня 224 рубля 80 копеек, это у меня переменные затраты на продажу единицы продукции. Мы здесь игнорировали пока что рекламу, но и прочие-прочие-прочие затраты. Соответственно, посмотрите, когда я буду строить график, а я его сейчас обязательно буду строить, потому что мы тогда сможем увидеть, как себя ведут затраты, я так и назову сейчас объем уровня деловой активности. и я буду как раз-таки мерить по полторы тысячи. То есть, если полторы тысячи, далее у нас 3000 было, вот, скажем, в 15 тысяч я дойду, этого нам более чем количество в килограммах. Здесь у меня будут суммарные переменные. То, посмотрите, они будут вести равно себя наше количество умножить на наши вот эти 224 рубля. Это все понимают, почему. Коллеги, соответственно, вот я могу увидеть, каковы будут мои суммарные переменные, и мы с вами прекрасно видим, что они действительно растут. Соответственно, если я захочу переложить это на график, то, выделив данный диапазон, я сейчас вставлю самую обычную, график. Вот я как раз-таки получила те самые наши переменные. Это сейчас суммарные переменные. Затраты у нас в рублях. Далее, пока что этот график в стороночку уберу. Мы к нему вернемся чуть позже. А как будут вести себя наши постоянные, опять же, суммарные, Так, суммарные, постоянные. Посмотрите, у нас с вами будет равно, я сейчас сумма, и посчитаю в нашем конкретном примере. У нас есть, мы отнесли аренда, амортизация оборудования, окладная часть продавцов, разрешительная документация и коммунальные услуги. Собственно говоря, так как это все будет не меняться, как мы выяснили, то независимо от того, сколько мы с вами продали, полторы тысячи или пятнадцать тысяч, наши данные остаются неизменны. Соответственно, при изображении на графике мы с вами увидим вот такую картиночку. Сейчас этот график я сделаю поменьше, мы с ним уже разобрались, с суммарными переменными затратами. Соответственно, тогда у меня график выглядит следующим образом, предсказуемым, можно так сказать. Как вы видите, независимо от того, так, это он мне подписи не хочет, так, 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 сейчас одну минутку. Ну, так. Вот так у нас на графике. Тоже предсказуемое поведение. То есть посмотрите, поэтому они так и называются. Если я ставлю суммарные, постоянные на нашем графике, то мы видим вот такой график. Если ставлю суммарные, переменные, то мы вот с вами видим наш растущий график. Наших затрат... Сейчас, одну минуту. Excel крайне неохотно использует цифры в качестве подписей к данным. Сейчас введу наш объем производства. Так, здесь тоже нужно количество. Это у нас не ряд, это у нас подписи. А теперь посмотрите, пожалуйста. Самое удивительное начинается, если мы проанализируем поведение наших переменных относительно на единицу. Посмотрите, если я сейчас добавлю график, переменные на единицу. А для этого я беру наши суммарные переменные и делю на количество. То предсказуемая ситуация не остается независимо от объема производства. 224 рубля 80 копеек. А вот постоянные рассчитанные на единицу будет совсем другая ситуация. Посмотрите, я наши постоянные делю на наш объем и получаю снижающиеся данные. То есть, если я сейчас построю график, то переменные на единицу. Вот он график наш. И в качестве подписи я выберу наши килограммы. То мы с вами видим, что наоборот они неизменны, переменные на единицу. А если я визуализирую постоянные на единицу, то они у нас, обратите внимание, снижаются. Я сейчас уменьшу масштаб листа, чтобы мы смогли увидеть все четыре диаграммы на нашем конкретном примере. Сейчас так полистаем. То есть, к какому мы с вами в выводу в результате анализа и поведения наших затрат пришли? Суммарные переменные затраты с увеличением объема производства, как вы видите, у нас растут. Увеличиваются. При этом рассчитанные на единицу остаются неизменны. Суммарные постоянные, наоборот, в общем объеме неизменны, но рассчитанные на единицу уменьшаются. Соответственно, посмотрите, пожалуйста. Это я построила графики на основании нашего конкретного примера. Мы сейчас в презентации увидим то же самое. Суммарные растут, но хотела бы проговорить один момент. Есть такое понятие, как релевантный уровень деловой активности. Что это такое? Это тот объем, при котором затраты ведут себя в рамках нашей финансовой модели. Ну, посмотрите, у нас суммарные переменные затраты мы сейчас в нашем примере считали, исходя из 224 рубля за единицу колбаски. А давайте представим, если мы с вами начнем продавать не тонны, у нас будет целая сеть, а выйдем, скажем, на объем 100 тонн, то наверняка завод нам будет предоставлять большую скидку. И у нас уже закупочная цена будет не 200 рублей, а может быть 180 рублей. То есть, посмотрите, наш график, то есть окажется, что 100 тонн на оси ОХ, это и есть релевантный объем. И тогда наш график будет идти вот таким образом, затем прервется и стартанет с нижней точки, и угол наклона поменяется. Поскольку уже базовая формула будет не 200 умножить на Х на количество, а 180 умножить на Х. То же самое будет происходить с постоянными. Посмотрите, пожалуйста. Сейчас я нарисовала, что они неизменны. Ну вот в нашем примере это было у нас суммарные 144 тысячи. Но, коллеги, если мы выйдем как раз-таки, мы продаем полторы тонны в нашем магазине, три тонны, четыре с половиной, дошли до десяти тонн, мы десять тонн через наш, а у нас магазинчик-то с вами 65 тысяч аренда. Я так думаю, это метров 30, да, максимум. А не пропустим мы столько тонн через него. Соответственно, чтобы продавать уже 100 тонн, у меня уже будет пять магазинчиков. А это пять аренд. То есть, посмотрите, для суммарных релевантный уровень объема окажется где-то, я сейчас приблизительно говорю, скажем, пять тонн. Это мощность данного магазинчика. Если я хочу выйти на следующий объем, мне нужно открыть новый магазинчик. И тогда посмотрите, пожалуйста, при выходе на объем, вот здесь, видите, скажем, 10 тонн, мне кажется, что нужно либо магазин большей площадью, не 30 метров, а 60, у меня уже будет 130, то есть удвоится моя аренда, либо это будет два магазина. Оборудование потребуется, опять же, в два раза больше. Нужен еще один холодильник, нужно там еще торговое оборудование, две кассы. То же самое будет с продавцами, тоже будет не два продавца, а четыре. То есть все мы понимаем, что есть некая пропускная способность, что в торговле, что при производстве. Есть производственная мощность линий, которая будет ограничивать. Поэтому посмотрите, в случае с постоянных, они опять же представляются в такую прямую в рамках того самого релевантного объема производства. А если он у нас, ну, как я предположила, в нашем примере 10 тонн, то, соответственно, далее, посмотрите, произойдет прерывание, и наша прямая продолжится на более высоком уровне. Ну, либо наоборот, если мы сократили, говорим, нам достаточно тонны, то, может быть, уголочек где-то, тогда это будет меньше уровень. Разобрались. Как мы с вами сказали, что наши переменные затраты на единицу неизменны, но теперь мы готовы добавить при наступлении того самого релевантного уровня, когда мы стали брать 100 тонн, у нас она пойдет. Может пойти как ниже, и обратите внимание, иногда она может пойти выше. Ну, посмотрите, мы берем, что у нас, ближайший завод какой. Мы берем на нем 100 тонн, выбрали все мощности и стали теперь брать со следующего завода. А там доставка не 3 тысячи, а уже 10 тысяч, и поэтому наши переменные затраты на единицу могут оказаться как ниже, так и выше при наступлении релевантного уровня производства. То же самое будет с постоянными, как мы сказали. Да, они уменьшаются, но если мы вышли на новый уровень, то возможен снова некий скачок на единицу, и снова они пойдут к уменьшению. Разобрались. Что нам все это дает, коллеги? А вот теперь как раз-таки мы перешли к тому самому анализу. И мне снова потребуется Excel. А давайте посмотрим, а что из себя будут представлять наши суммарные затраты, если я их не буду делить сейчас на переменные и постоянные. Я сейчас наши графики все отодвину, чтобы у меня появились поля. И назову новую колоночку «суммарные затраты». А суммарные затраты у меня складываются из понятия «равно переменные плюс постоянные». Это, думаю, очевидно для всех. И если я сейчас их переложу на график, то мы снова с вами увидим следующую картину, что они-то у меня растут, то есть они повторяют угол наклона, посмотрите, пожалуйста, моих суммарных переменных, но начинаются они не с точки 0, а начинаются они как раз-таки с той самой 140 тысяч, которыми были постоянные. Так, одну минуту, 481, да, потому что у нас 150 уже будет, у нас превалирует. То есть, видите, не с нуля. То есть, по большому счету, если бы я наложила два графика друг на друга, то есть на одном графике сейчас представлю, чтобы было наглядно, посмотрите, суммарные переменные, суммарные постоянные и суммарные итоговые. Вот они мои постоянные, вот они мои переменные, а суммарные у меня складываются, как раз-таки начинаются с этой точки, то есть они выше переменных на величину постоянных. То есть, мы подняли, мы стартуем не с нуля, а стартуем именно с точки продажи. Что нам это дает? А давайте-ка мы подумаем с вами, а какая у нас будет выручка? И в нашу табличку я сейчас добавлю доходы. Доходы у нас идут спопеременно и как раз-таки зависят от нашего уровня деловой активности. И в нашем случае они будут, наше количество, умноженное на ту самую цену, которую мы установили в размере 240 рублей за килограмм. Если я сейчас наши доходы добавлю на нашу диаграмму. Так, давайте-ка... Да, они пересекаются, плохо видно. Я сейчас, вы знаете, что удалю из диаграммы... Вот, что поставили столько суммарные, тогда у меня угол побольше станет. Сейчас, одну минуту. Посмотрите, пожалуйста. Я сейчас только суммарные затраты и суммарные доходы представлю. Так, чтобы угол увеличить, мне нужно поменять. Ну вот сейчас все видят, что у нас пока что они рядышком идут. Если я сейчас, знаете, что увеличу цену, с вашего позволения, для наглядности графика, скажем, сделаю 400 рублей... Нет, это я сделаю 40. Сейчас, одну минутку. Так, это дорого. Так, давайте тогда... 300. 250. Да, я сейчас исключительно для наглядности графика. Посмотрите, пожалуйста. У нас есть некая точка пересечения, когда, вот видите, сначала у нас наши расходы. Нам нужно, знаете, что не это увеличить, а увеличить постоянно. Я сейчас аренду сделаю 300 тысяч. Вот, понаглядней, чтобы... Так. Вот. Ребята, я сейчас поиграла исключительно для того, чтобы увидеть разницу. То есть, смотрите, пожалуйста, на нашем графике. В красном у меня изображены наши доходы, и мы понимаем, что они изменяются в зависимости от уровня деловой активности. Чем больше мы продаем, тем больше у нас выручка. Но пропорционально с увеличением нашего уровня деловой активности меняются и наши расходы. Но меняются они на величину переменных, постоянные, ведь у нас вот здесь неизменны. Тогда посмотрите, вот как раз-таки точка безубыточности, это и есть вот эта точка, в которой один график пересекает другой. То есть наши доходы сравнялись с расходами. Обратите внимание, разница вот на графике. Вот здесь наши расходы суммарные, больше наших доходов. Вот этот уголочек, это зона убытка. До этого момента мы получаем убыток. Я сейчас поменяю подписи, чтобы мы увидели. Сейчас на графике, а потом рассчитаем это в виде формулы. То есть пока что на нашем графике я вижу, что вот при измененной аренде и цене, что где-то вот в районе, не доходя до 6 тысяч, где-то в районе 5 тысяч с чем-то пока на графике мы видим килограмм, у нас наступает точка безубыточности. И, конечно же, любой руководитель, любой собственник бизнеса, когда мы создаем, мы хотим понять, а где эта точка, для чего это бывает нужно. Ну, если я сейчас посчитаю, что мне нужно там 5 тонн продать, я говорю, нет, этот магазинчик, ну, нет смысла бизнес начинать, если у меня, я понимаю, что спрос только тонн, я не окуплю. А если у меня спрос 10 тонн, а точка безубыточности в районе 5-600, я говорю, ребят, это я легко окуплю бизнес. Я сейчас посчитаю, сколько. Так вот, давайте теперь посмотрим, а как нам найти эту самую точку в штуках? То есть как нам найти точку, которая лежит на оси ОХ, где наше количество? Давайте вместе рассуждать. Мы с вами только что... Так, графики я пропущу, мы их уже наложили. А вот теперь давайте рассуждать. Все знают, что прибыль – это доходы минус расходы. И мы с вами видели сейчас, что доходы у нас зависят от количества, а расходы, то есть вот если мы хотим найти точку нулевой, то они у нас 0. Соответственно, мы понимаем с точки зрения даже начальной школы, что доходы должны быть расходами. Доходы у нас зависят только от количества, а расходы, как мы выяснили, есть постоянные и переменные. При этом доходы, посмотрите, пожалуйста, зависят от количества, как мы сказали, это количество умножить на цену. Постоянные расходы от количества не зависят, а вот переменные расходы – это количество умножить переменной на единицу. У нас изначально было те самые 224 рубля. Что нам это дает? Дальше мы сейчас с этой формулой поиграем. Если вы вспомните начальную школу, то нам с вами говорили, если нужно упростить выражение, можно обе части уравнения разделить на одно и то же число. Я сейчас вижу, что у меня количество есть как слева, так и справа моего выражения. И я сейчас поделю. Если я поделю на количество левую часть, то есть наши доходы, то у меня останется цена. Если я поделю правую часть, то у меня будет постоянное деленное на количество, а от второго слагаемого останутся только переменные. Логично? То есть у меня цена равно постоянное деленное на количество плюс переменные. Откуда вот это я взяла, ребят, сейчас понятно? Да, ребята пишут, ясно. Хорошо. А теперь посмотрите. Но меня ведь интересовала не цена, меня интересовало количество, сколько мне нужно продать, чтобы окупить свой бизнес. Поэтому посмотрите. Сейчас сразу количество выразить не могу. Я могу выразить выражение постоянное деленное на количество, и тогда у меня переменные уйдут в левую часть. То есть постоянное на количество – это цена минус переменные на единицу. Вот теперь я могу выразить количество. Так как это у меня делитель, то мне необходимо наше делимое разделить на получаемое частное. И вот мы получили главную формулу управленческого учета, что количество в точке нулевой прибыли, ее же часто называют критической точкой, точкой безупыточности, равно постоянные расходы, деленные на цена минус переменные. Если я вернусь к нашему примеру, с измененной… Я сейчас вот наши изменения уберу, потому что откуда график появился, то есть вернусь в 240 рублей и к аренде 65, то посмотрите, что у меня получится. Чтобы окупить наш маленький магазинчик, мне нужно… Получается, точка безубыточности в нашей с вами задачке будет равна. Равно постоянные, а постоянные – это у меня сумма. Мы с вами сказали, вот данных ячеек, то есть те самые 144 тысячи, мне нужно разделить, а в скобках цена, то есть 240 рублей, минус переменный, то есть 224. В нашем случае получится, что точка безубыточности 9 тонн, 512 килограмм, 6 там, ну плюс 60 грамм. А давайте проверим, если я столько продаю, какая у меня будет выручка? Равно это количество килограмм умножить на цену… Наша выручка будет 2 миллиона 282. Наши затраты постоянные у нас будут по-прежнему… Мы с вами выяснили, это сумма. Переменные равно наши 9500 тонн умноженное на 224 рубля. Если вы сейчас посчитаете сумму, то посмотрите, если я сейчас нашу выручку минус переменный, минус постоянный, вот у меня 0 и есть. То есть это действительно точка нулевой прибыли. То есть исходя из этих данных мы должны продавать 9500 килограмм, то есть 9,5 тонн. Если мы продаем 10 тонн, то у нас уже будет первая наша прибыль. Посмотрите, пожалуйста, это мы сейчас с вами нашли точку безубыточности в штуках. В нашем примере в килограммах колбасы. Но в нашей программе заявлен еще расчет так называемой точки рентабельности, то есть запас финансовой прочности. То есть в данном случае нам необходимо посчитать в виде выручки. А какая у нас должна быть выручка? Коллеги, ну так вот мы с вами только что считали эту выручку, и она считалась у нас очень просто. Как количество, умноженное на цену. Так если у нас данная формула, вот, которую мы с вами вывели, рассчитали количество, если я хочу получить точку безубыточности в выручке, мне нужно это умножить на цену. Поэтому выручка в точке безубыточности у меня остается предыдущая формула, которая рассчитывает количество, и умноженное на цену. То есть в нашем случае наша точка безубыточности в рублях это 2 миллиона 282 тысяч 895 рублей. Если мы, собственник бизнеса, как только нам эту выручку продавцы сдали, мы говорим, молодцы, мы бизнесу купили, вся остальная выручка будет уже приносить нам с вами прибыль. А вот здесь у нас в килограммах, чтобы мы с вами не забыли, переменные затраты постоянные. Так, это мы нашли в выручке. А вот теперь встает вопрос, а как же ведь иногда, вот спрашивают, сколько продать, выясним, 9 тонн потянет, выручку вынесли, выяснили. А собственник, он же ведь любопытный, ему все нужно знать. И звучит вопрос, а когда, когда наступит тот самый счастливый момент? Сколько мне ждать? Неделю, две, три? Так вот тогда, посмотрите, нам нужно еще один вопрос. Если мы с вами открыли наш магазинчик по продаже колбаски и говорим, да, мы с вами легко потянем этот объем, ну, мы выяснили 9,5 тонн, и при этом тогда у нас появляются некие статистические данные. Может быть, объем продаж в день, может быть, объем продаж в неделю, может быть, объем продаж в месяц. Если я, предположим, знаю, что мы продаем 12 тонн в месяц, то есть у меня появилась цифра, то есть у меня вот появится, ну, давайте объем продаж. Если у меня это, скажем, 12 тысяч килограмм в месяц, то это у меня фактически я могу рассчитать в неделю, но я на 4 позволю себе разделить, тогда у меня будет 3000 килограмм упрощенно сейчас в неделю, либо же я могу сказать, что я продаю, ну, если 30 дней взять, то у меня получится 400 килограмм в день. Соответственно, посмотрите, пожалуйста, любую из этих производительностей я могу взять, чтобы рассчитать срок окупаемости нашего магазинчика. Если, соответственно, все, что мне нужно для этого сделать, это мне нужно нашу точку безубыточности разделить на производительность. Если это в день, то вот так, подождите, что-то вот здесь, наверное, 12 тонн в месяц, 12 тысяч, если я делю на 30, то у меня 4, да, 400 килограмма в день. Что-то у меня не то получается. 50 дней мне пишет точка безубыточности. Так, некорректно. Одну минуту. А, я делю-то выручку, мне килограммы. 9500 килограмм, простите, нужно поделить на 400. И вот я нашла, что 23 дня, ну, фактически 24, это у меня срок окупаемости. Если я наши штуки 9500 делю на 30 тысяч, которые в неделю, то это 3,17 неделя срока окупаемости. Если же я поделю на месячную, то это у меня 0,8 месяца. То есть нам нужна производительность объема продаж. В зависимости от того, в каком это разрезе, что это у вас годовая, недельная, месячная у вас будет измеряться ваш срок окупаемости. Поэтому в нашу формулу я добавлю еще срок окупаемости. У нас по-прежнему наше количество, вот она формула, постоянная, деленная цена минус перемены, разделить на объем продаж период. Какой он у вас в день, в неделю, в декаду, в квартал. Соответственно, в этом измерении будет мериться срок окупаемости. Давайте продолжим наше размышление. Ну, хорошо. Это мы с вами знаем наши постоянные переменные. Вот в данном случае мы как раз таки продавали один вид колбаски. Но вряд ли мы будем иметь успех, если будем продавать только одно номинование. Ведь наш потребитель избалованный, он хочет и копченый, и вяленый разных производителей и так далее. Цены будут разные. Себестоимость будет разной. Как же быть в этом случае? Коллеги, а давайте продолжим наше размышление. Только что мы с вами пришли к выводу и вывели формулу, что количество это постоянная, деленная цена на переменные, а выручка это, ну, нажая на цену, это то, что мы вывели на предыдущем листе. То вот теперь давайте порассуждаем вот на такую тему. Но ведь часто наш заказчик, ну, будет у собственника, будет у директора, он ведь спрашивает не только «А когда я получу эту прибыль?» Ведь любой бизнес создается с целью получения прибыли. И вопрос стоит «А когда я получу свой первый миллион? А когда я, наконец, в карман 100 тысяч могу получить?» То есть, ну, и спать спокойно. Тогда наша формула, то есть появляется некий параметр целевая прибыль. Тогда посмотрите, мы введем еще один параметр маржинальная прибыль. Маржинальная прибыль, согласно определениям управленческого учета и финансового анализа, это выручка минус только переменные расходы. Если я понятие маржинальная прибыль применю в разрезе на единицу продукции, то посмотрите, пожалуйста, выручка у меня с единицы это цена, а переменные на единицу они так и останутся. И вот когда речь идет о маржинальной прибыли в нашем конкретном случае, посмотрите, пожалуйста, я могла ее рассчитать, маржинальная прибыль с единицы у меня будет равно цена 240 рублей мы продаем, но каждый раз, когда я заработала 240 рублей, как бы мне не было больно их отдавать, я понимаю, что 224 я потратила. То есть мне с каждого килограмма остается только 15 рублей, но там сейчас у нас будут 20 копеек. То есть когда я получила выручку 240, я не все могу себе в карман положить, ведь мне надо 224 отдать, мне нужно следующий килограмм колбаски закупить, продавцу заплатить и за доставку, к сожалению, тоже только 15 рублей мне принесло. Так вот, я могу это измерить в виде рентабельности. Рентабельность это соотношение получаемой прибыли к объему выручки. То есть фактически, а какая доля выручки нам остается в виде дохода. В нашем примере, тогда это будет рентабельность. Маржинальные приближения сделаю пометку. Я наши зарабатываемые 15-20 разделю на нашу выручку. Рентабельность традиционно меряется в процентах и поэтому я могу сказать, не такой уж у нас рентабельный бизнес, всего 6,33%. То есть каждого рубля выручки я только 6 копеечек кладу себе в карман. Что мне это дает? Посмотрите, скажете вы. А давайте порассуждаем. А что я, за счет чего я покрываю свои постоянные расходы? А вот только за счет маржинальной прибыли, потому что каждый проданный килограмм априори увеличивает мои расходы на величину переменных. Сколько бы я не продала 100 килограмм, 100 тонн, 100 тысяч тонн, каждый проданный килограмм вызывает переменные расходы. То есть каждого проданного килограмма я только 6 копеек могу отправлять на покрытие своих постоянных. Это, собственно говоря, мы и видели, когда вот эту формулу рассчитали. Я постоянно и делила как раз-таки на эти 6 копеек. То есть на нашу маржинальную прибыль по большому счету. И другое понятие. Если месяц выручки остается 6% то только 6% от своей выручки я могу пустить на покрытие своих постоянных. То есть если я хочу выйти в точку безубыточности, то мои постоянные составляют 6% от выручки. Поэтому посмотрите вторая формула, как я могла найти нашу выручку. я должна была наши постоянные расходы то есть 144000 так как они у меня от выручки составляют 6%. Значит я делю на 6% чтобы найти 100 и я получаю всю ту же самую цифру. И это вторая формула. То есть все та же самая цифра. То есть посмотрите я через маржинальную прибыль нашла маржинальную рентабельность это маржинальная прибыль на выручку и тогда посмотрите выручка в точке безубыточности вторая формула это постоянные расходы деленная на рентабельность маржинальной прибыли. Это когда мы говорили с вами об одном виде продукции а вот теперь я готова усложнять и добавлять новые виды продукции как только вот эта формула у нас с вами появилась. Давайте мы вернемся к нашей задачке и уж если у нас есть вареная колбаска теперь давайте мы с вами добавим еще ассортимент буквально два вида продукции на самом деле в жизни их хоть два хоть 122 у нас с вами будет то есть я сейчас вот сюда добавлю пару строчек что вареная копченая вареная копченая вареная копченая да вот так и вареная копченая какая у нас будет у нее закупка 250 рублей килограмм и соответственно у нас будет формула равно уже 250 рублей умножается на наш переменный на наш объем так и еще какую добавим копченая копченая колбаска слушайте вечером нельзя такие примеры приводить так колбаски захотелось так копченая почем 300 300 опять же рублей килограмм и формула у нас аналогична то есть в данном случае я считала что мы продаем каждого вида по полторы тысяч то есть в данном примере будет 4 с половиной здесь соответственно раз 3 номинования 6 и так далее посмотрите пожалуйста любой бизнес когда у нас с вами есть несколько видов продукции ну вот сейчас у нас три вида колбаски если я решила заниматься этим бизнесом и если я добавила в ассортимент именно эти номинования не другие то наверняка я не сидела пассианс не раскладывала и не думала а какой бы добавить и какой нет наверняка у меня есть некие исследования которые могут либо строиться научным способом я маркетинговые исследования скачала там либо посмотрела на опыт своих друзей молоко предлагает Анастасия добавить ну да чтобы магазин уж полный был обязательно можно и молоко добавить в данном случае это будет не критично посмотрите как мы определили либо я из опыта открыла магазинчик и я пришла к выводу что существует соотношение то есть в данном случае давайте я сейчас ну введу как эти колбаски вот в продажу у нас будут соотноситься скажите 50% вареных то есть 50% наших продаж будет приходиться на вареную 35 35 да и 15 тогда оставшиеся то есть посмотрите пожалуйста независимо от того буду я продавать 10 тонн 110 у меня вот это соотношение понятно с определенной долей там ну соты процентов не считаешь будет соблюдаться что это мне дает посмотрите если я сейчас реализую наш проект то какие у меня будут данные посмотрите моя выручка составит я сейчас теперь посмотрите добавляю выручка и я тогда считаю равно я полторы тысячи умножаю на 200 килограмм это фиксирую так плюс эти же полторы тысячи умножаю а хотя знаете я могу сейчас на проценты умножить да так будет правильнее да это конечно да раз у нас появилось соотношение когда я продаю полторы тысячи то у меня посмотрите полторы тысячи умножить вареная колбаса у меня 50 процентов и умножить на цену вареной колбаса 200 рублей это выручка от вареной колбаски 240 у нас закупочная 200 а это я закупочная так 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 давайте тогда я сейчас назову переменные затраты я поняла в чем загвоздка выручка я тогда сейчас для наглядности посмотрите что сделаю выручка у меня будет я сейчас эти же виды колбасок поставлю вот таким образом и тогда посмотрите что у меня будет выручка равно так а цены тогда нужно тоже для всех цена продажи сейчас я вставлю вот здесь у меня будет вареная здесь у меня будет вареная копченая и здесь будет копченая ага вареную продаем по 240 вареную копченую 280 280 и копченую 320 то есть получается что они менее рентабельны дорогие колбаски да хорошо просто далека от этого бизнеса поэтому посмотрите выручка у меня будет складываться равно в первом месте полторы тысячи умножить на объем у нас из них 50 процентов приходится на вареную колбаску и умножить на 240 эта выручка мне принесет вареная колбаса вареная копченая равно полторы тысячи умножить я определяю сколько мы ее продадим на 35 процентов и умножить уже теперь на 280 рублей и копченая равно те же самые полторы тысячи умноженное на 35 процентов и умноженное на 15 абсолютно правильно и умножить на 320 рублей это выручка что у меня поменяется у меня поменяются переменные расходы переменные расходы у меня составят и давайте считать вот я рассчитала переменные на вареную колбаску соответственно премиальные у меня будут я сейчас дальше будет вареная копченая у меня у нас продавец получает по-прежнему 2 процента это 280 умножить на 2 процента закупка 280 а вот доставка посмотрите пожалуйста у нас будет оставаться по-прежнему 20 рублей на килограмм для копченой у меня 320 умножить на 2 процента себестоимость 320 и соответственно по-прежнему для машины все равно какой она колбасу везет просто посмотрите вареная колбаса у нас закупка под 10 вареную да у нас здесь переменные затраты а на вареную копченую у нас 250 а стойте я не оттуда взяла я цену взяла подождите 250 да а вот здесь 200 то 300 да я цену перенесла вот у нас с вами получились наши переменные затраты соответственно именно эти цифры я сейчас умножу равно снова у меня полторы тысячи умножить на наши 50 процентов и умножить на вот теперь 224 для вареной копченой у нас равно наши полторы тысячи умноженные на 35 процентов и умножить мы рассчитали 275 рублей для вареной копченой колбаски далее мы рассчитали копченое равно полторы тысячи наши умноженные на 15 процентов и умноженные мы только что с вами посчитали 326 и вот теперь я могу маржинальная прибыль она у нас будет равна выручка минус наши и маржинальная рентабельность как мы с вами говорили у каждого продукта будет разным так сейчас здесь а у нас даже убыток да однако вопрос убыток должен кому должен быть убыток потому что магазин торгует не быть себе серьезно а для чего для ассортимента это нужно ну мы с вами вот видим эту ситуацию но посмотрите пожалуйста если маржинальная рентабельность у нас по продукции разная и как уверяет наша коллега это нормальная ситуация то как только я выведу итогом то посмотрите пожалуйста у меня будет выручка суммарная переменные суммарные маржинальная прибыль суммарная и я могу рассчитать итоговую маржинальную рентабельность она у меня равна 3 процентам это не средняя арифметическая поскольку пропорции у нас разные и обратите внимание так как у нас есть переменные постоянные вот эти 3 процента будут сохраняться при любом раскладе в связи с тем что есть понятие рыночная доля но посмотрите я сейчас считала исходя из полутора тысяч мы видим с вами 3 процента если я сейчас поставлю а вы видели что я ссылалась на ячейку полторы тысячи здесь сейчас скажем две тысячи килограмм то обратите внимание 3 процента цифры стали в абсолютном выражении маржинальная прибыль выросла но это по-прежнему 3 процента вот обратите внимание сейчас у нас маржинальная прибыль 16 тысяч 360 и 3 процента в предыдущем случае я сделала откат но было 12-270 но она все равно 3 процента что нам с вами это дает так как мы с вами не крутим продаем мы 10 тонн 110 оставаться нам будут учитывая что есть рынок который диктует соотношение у нас будет 3 процента поэтому посмотрите пожалуйста а постоянные мои они как мы с вами сказали неизменны продавали мы с вами полторы тысячи только вареной или у нас появились эти пропорции они у нас с вами по-прежнему будут оставаться на уровне цифры 144 583 поэтому я могу теперь рассчитать что суммарная выручка несмотря на то что у меня разно рентабельная продукция у меня должна быть для точки безубыточности в данном случае выручка точка безубыточности у меня должна быть равно 144 тысячи разделить на наши 3 процента то есть она у меня должна быть сейчас 4 миллиона 701 тысяча 610 рублей и посмотрите пожалуйста в данном случае моя выручка изменилась ведь если я продавала только вареную наиболее рентабельную колбаску мне достаточно было продать как мы видели на 2 миллиона 282 с введением ассортимента так у меня появилась и убыточная продукция в том числе и менее рентабельна мне нужно получать большую выручку чтобы обеспечить окупаемость своего бизнеса а теперь посмотрите мы перешли к такому вопросу который заявлен в нашей программе как запас финансовой прочности что это такое это подушка безопасности любого бизнеса а мы должны с вами понимать что экономическая ситуация у нас меняется и чем выше запас финансовой прочности то есть чем больше и мягче наша подушка на которую нам падает тем стабильнее работает наш бизнес тем ниже наши риски откуда берется эта подушка безопасности ну посмотрите вот я рассчитала точку безубыточности она же критическая точка она же у нас называется точкой рентабельности то есть когда мы начали зарабатывать 4 миллиона 701 тысяч при этом при этом я знаю что и у меня есть статистика может быть у меня есть план на следующий период что моя выручка планируем мы будет 6 миллионов то есть плановая выручка то есть 6 миллионов это новые данные это я ставлю план который я поставила продавцам я говорю меньше этой цифры мне нет смысла а может быть статистика я изучила что вот в этом районе я продам не полторы тысячи а продам если у меня предположим на 3 тысячи тонн тогда наша выручка 790 но у нас тут так выручка в точке безупыточности у нас 4 миллиона 701 а можно плановую выручку получить 6 да потому что если чтобы получить 6 это мне надо сейчас я вам покажу скорее всего будет я могу сейчас если наша плановая выручка составляет 6 миллионов то запас финансовой прочности это вот данная наша выручка то есть 6 миллионов минус наша точка безубыточности то есть это наша цифра которая ну сейчас здесь она очевидно равна миллион 298 то я говорю что план мои планы превышают точку безубыточности на миллион 298 поэтому если вдруг меня купят не 6 миллионов а 5 то есть если у меня отклонение от плана в рамках этого запаса финансовой прочности если спрос падает в рамках запаса финансовой прочности то как вы понимаете я по прежнему останусь в зоне прибыли то есть это то что позволяет говорить в пределах какой суммы я могу падать то есть если вдруг рыночная ситуация и запас финансовой прочности может измеряться как в рублях так и в процентах в таком случае это наша все та же цифра наш запас в рублях деленный на плановую выручку то есть в данном случае я говорю запас финансовой прочности составляет 21,9 то есть 22 процента то есть если я не выполню план на эту сумму то есть выполнение плана на 78 процентов позволяет мне выйти на точку безупыточности если мой коммерческий директор держа за сердце приходит вы знаете на 100 процентов боюсь не выполню но 90 сделаю железно я могу спать спокойно прибыль у меня будет вопрос в том насколько она мне будет этот размер прибыли устраивать но это и есть моя подушка пусть жестко но она есть поэтому посмотрите пожалуйста чем выше будет запас финансовой прочности в рублях или в процентах тем менее рискованным считается наш бизнес поэтому если в вашем примере у вас как раз таки есть несколько видов продукции необходимо маркетологов провести маркетинг исследования именно соотношение спроса а оно есть в любом бизнесе и оно либо диктуется рынком что чаще всего в 95% случаев либо есть еще счастливчики предприятия которые имеют возможность продавать все что они производят не хоть юриды стоят тогда они исходят из производственной программы то есть соотношение производимой продукции я опять же рассчитываю вот такой процент именно суммарной маржинальной рентабельности чтобы понимать а какую выручку мне необходимо сделать коллеги на этом к сожалению наш с вами курс подходит к концу и мне осталось показать только один слайд пока вы вопросы пишете хочу сказать что подробнейшим образом вопрос вот расчета точка безубыточности мы рассматриваем на таком курсе как основу управленческого учета и бюджетирования там мы делаем это более подробно смотрим различные варианты также эта тема рассматривается на курсе анализ финансового состояния предприятия все эти и не только эти замечательные курсы вы можете найти на сайте наш сайт специалист редабудуспециалист .ру сейчас и посмотреть наши программы курс основ управленческого учета и бюджетирования мало того что мы рассчитаем с вами точку безубыточности мы с вами создадим шаблон который позволяет учесть наши доходы и расходы то есть составив нашу производственную программу и вы можете посмотреть программу и соответственно расписание на ближайшее время можете записаться это позволяет нам создать готовый шаблон то есть мы говорим ой что-то мне не устраивает наш вот этот результат который мы получаем маловато прибыли а что если я увеличу соотношение вареной колбаске будут продавать 50 процентов а не 60 а как это сделать а я нашим продавцам установлю повышенную премию за продажу вареной колбаске нам же не рентабельно копченую чтобы они предлагали покупателям а попробуйте вот эту колбаску а может быть мы проведем рекламную акцию дегустацию и именно этот объект более рентабельно будем продавать как вариант не являюсь маркетологом у нас это отдельное направление посмотрите пожалуйста а в рамках курс основ управленческого учета посмотрите у нас программа есть и хочу обратить внимание к этому курсу есть практику на котором мы решаем как раз такие задачи есть курс анализ финансового состояния предприятия и организация бюджетного контроля подробнейшим образом путеводитель по данным курсам можно посмотреть сейчас выведу на экране он есть на нашем сайте как курсы следуют друг за другом мне осталось поблагодарить вас за внимание и так как наш семинар был бесплатным и рекламным то хочу вам посоветовать выбирать специалист для своего обучения именно блок направления финансовый менеджмент субтитры